Приветствую вас, и вы знаете, я не рекомендовал бы вам, честно говоря, бороться с тем чувством, которое вы в себе ощущаете. Да? То есть вот я не рекомендовал бы вам бороться с теми эмоциями, которые, значит, ну, которые вы испытываете, потому что это достаточно серьезная проблема в общем и целом. Вот. И я полагаю, я полагаю, что наоборот, ваши эмоции, ваши чувства, они заслуживают того, чтобы... чтобы их выявлять, чтобы их обнаружать, чтобы их анализировать и правильно выражать. Плачете вы, плакать точнее, вы можете по двум, на мой взгляд, причинам. Первая причина, это страх, в случае в этом поеде. Страх, как правило, это нереализованные желания наши. Вот. Как правило. Так это нереализованные желания. Вот. А еще плакать вы можете от бессилия. А бессилия, потому это, знаете, что, например, ссоры ни к чему не приведет. То есть, ну, ни к чему не приведет ваш конфликт с мужчиной. Вот. И потому еще так важно, чтобы вы, чтобы вы именно не боролись со своими чувствами. Потому еще так важно, чтобы вы, наоборот, прислушивались к ним и выражали их. Так, вместе с тем, вместе с тем, необходимо понимать, что слезы, плач, это в некоторой степени поведение все же больше жертвенное. Это именно жертвенное поведение. То есть, это такое поведение, когда вы снимаете с себя всю ответственность за то, что произошло, за то, что происходит с вами, или просто отдаетесь на волю, ну, например, на волю судьбы, допустим. Вот. То есть, это в некоторой степени также не выход из ситуации, в которой вы оказались. Ну, если, конечно, вы хотите ее реально разрешить. Вот. Другое дело, конечно, если вы чувствуете, что разрешить ее нельзя. Вот. Ну, это уже совсем другая история. Это история, когда вы не готовы, скажем, ну, скажем так, бороться. бороться за то, чтобы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ваша жизнь улучшалась. Вот. Я думаю, что так. Я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Поэтому необходимо проводить анализ того, что у вас с мужем, какие у вас отношения, по какому поводу вообще происходят, собственно говоря, конфликты. То есть, почему они возникают, как вы, например, участвуете в этих конфликтах, в этих ссорах, да, вот, и так далее. И какая у вас позиция, собственно, ну, собственно, в них. То есть, вот, какая у вас позиция в конфликте. Вот. То есть, эм... Меня настораживает ваш вопрос, что вы хотите бороться со слезами. Вы не хотите анализировать то, что происходит. А хотите просто как бы подавить. Просто подавить в себе свои чувства. Ну... Подавлением вы мало чего добьётесь, и уж точно удовлетворения не станет. Вот. Поэтому я рекомендую вам отказаться от позиции, значит, подавления. Вот. И всё-таки приходить больше, больше именно к позиции раскрытия. Т.е. Если у меня есть чувства, значит, они, они что-то означают. Если у меня есть чувства, значит, они что-то что-то значат. Если у меня есть чувства, значит у меня есть какие-то желания, ну и так далее. Ну обязательно, конечно, вам нужно взять пару консультаций, потому что без этого понять, что с вами конкретно происходит на самом деле нельзя, потому что непонятно в чем проблема. Это очевидно, что вы уже так не первый день живете, да, и очевидно, что ситуация повторяется не впервой. Вот. И если у вас это привычка, то может быть вы даже выгоду какую-то с этого получаете. Вот. Что, в принципе, тоже. Вот. Что, в принципе, ну, что тоже является удерживающим фактором. Вот. И так далее. И так далее. Я надеюсь, что на ваши вопросы я ответил. То есть выгода это может стать... Выгода может стать тем, что удерживает вас в этом состоянии. Понимаете? Вот. И... Выгода может стать тем, что вы будете... отвергать, значит, любые попытки вывести вас из этого состояния, из состояния жертв. т.е. от состояния бессилия, в котором вы пребываете сейчас, в состоянии контроля и власти над собой, над своими чувствами, над своими потребностями и так далее. Вот. Но весь вопрос заключается в том, захотите ли вы быть в этом состоянии или нет. Вот. Это, конечно, очень и очень важный аспект, потому что, если вы, ещё раз повторяю, получаете какую-то выгоду, или если в глубине души вы хотите этого, вот, то... Вывести вас из того состояния, в котором вы... находите сейчас, ну... Представаться мне... достаточно сложно. Вот. Итак. А... Что нужно сделать? Значит, во-первых, слёзы. Откуда они? Что они значат? Слёзы. Ага. Какие чувства у вас возникают, когда вы плачете? То есть, грубо говоря, что стоит за тем... за вашим плачем? Что стоит за вашими слезами? Да? Вот. Вот это всё нужно обдумать. Вам хотя бы. Подумайте также о том, когда ещё вы испытывали подобные эмоции. И... и... испытывали ли... или это началось только с мужем, например. Да? Вот. Ну и... Так далее. Вот. Подумайте, что бы вы хотели. Какие ситуации вызывают конфликт? А... ну... В большей степени. То есть, что именно вызывает конфликт? А... в наибольшей степени. Это тоже поможет лучше увидеть то, что с вами происходит. Да? И, собственно, вопрос, что готовы сделать, чтобы изменить это? То есть, что готовы сделать, чтобы что-то поменять? Вот. Я полагаю, что... Это... тоже... очень важный аспект. Если вы готовы что-либо менять, если вы реально готовы что-то делать, вот. То, значит, вам можно помочь. Понимаете? Какая история. Вот. Так что, я думаю, так вам можно ответить на ваши вопросы. В целом, конечно, хотелось бы, чтобы вы более подробно описали свою ситуацию, более подробно описали свою историю, потому что так не очень понятно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Знаешь, пожалуйста. Absolutely. Еще надо правильно сказать, что вы strong.